Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Если до этого многих интересовало, как сеять, именно методы посевов, как сделать, при какой температуре держать посевные ящички, то сейчас у многих из нас уже есть рассада. Кто-то посеял для теплицы, кто-то посеял просто потому, что у них климат более теплый, чем у нас. Вот у меня сибирский регион, но для теплицы я уже посеяла свои всходы. Вот они у меня стоят все на отдельной полочке, малыши у меня отдельно, а вот эти отдельно. И теперь уже, когда у многих есть посевы, всех интересует, почему желтеют, опадают нижние листики. Но если не всех, то многих. Если посмотреть, я вот сегодня пришла специально на полку, не стала туда выносить на рабочий стол, чтобы вы увидели все посевы. Если посмотреть по лоткам, вот у меня тоже, я сейчас вам покажу. Многие спрашивают, почему желтеют и опадают семидольные листочки. Вот у меня вот эти, которые высокорослые, которые я не очень люблю выращивать. Вы видите, какая разница. Вот они уже доросли до своего солнца, уперлись в полки стеллажа. И я не очень люблю выращивать ран на эту рассаду, но несколько видов. Вот у меня всего два лоточка. Я уже некоторые распикировала второй раз, потому что они и растут, и растут, и растут в высоту. Два лоточка все-таки у меня есть. И сейчас я вам покажу то, что я хотела показать. Какая разница, вот это те сибирские сорта, которые я все хвалю, что они для зимнего выращивания идеальны, для использования. Смотрите, какие аккуратные эти лотки, и вот у них где лампа, высоко-высоко, посеяны в один день. И какие вот эти, они, конечно, будут крупные, вкусные, хорошие, но выращивать зимой их очень сложно. Они в высоту уже достали почти до потолка. И я молю бог, и чтобы скорее была теплая погода, чтобы можно было их держать хотя бы днем в теплице. Вот сегодня у нас минус 10, ураган штормовое предупреждение, мы сидим дома, я не выносила рассаду. И дома, конечно, им плохо, они уже взрослые. Но вернемся к листикам. И вот листики, после того, как я их распикировала, через какое-то время начинают желтеть и опадать. Тут в одном месте, видите, у меня один семидольный стоит желтенький, второй вот вообще уже опал, вот он он лежит. На этом тоже у них получается как самозасыхание, и они избавляются от них. Если у вас пожелтели семидольные листья и опали, не обращайте на это внимание, ничего страшного нет. Все равно, когда вы будете высаживать этот свой томат, помидорку в грунт, вы, я даже специально иногда, когда высаживаю, я их, так же как пасынки удаляем, я их вот так общипываю. Они свою роль уже выполнили, они совершенно не нужны. Они были нужны, сейчас покажу, когда. Они были нужны, вот на этапе, вот на этом, когда помидоры только всходят, вот это у меня для открытого грунта, тогда семидольный лист, он красивый, зеленый. Если уже томаты взрослые, он им совершенно не нужен. Вы при высадке будете все равно вот так заглублять. И весь этот ствол, наоборот, нужно все эти лишние листики убирать, чтобы не было как, ну не загнивало там рядом со стволом ничего. Они сейчас сами отсохнут и опадут. Другое дело, когда желтеют вот эти вот листья, настоящие. Но про пожелтение нижнего листа настоящего я тоже не расстраиваюсь. Вот сейчас, смотрите, я их высадила в большие стаканчики, в глубокие. Полила. Сейчас они начинают, я вам показывала, видите, расти-расти вверх. Я все равно буду подсыпать сюда землю. И при подсыпании земли я тоже вот этот лист, нижний, лишний, я буду убирать. Потому что я не хочу, чтобы, ну как, чтобы земля падала на листья, чтобы началось там процесс гниения. Я вот до такой степени буду, до полного стаканчика подсыпать. И я уверена, что те, кто подсыпает, ну высаживает в половину грунта, а потом подсыпает, подсыпает, чтобы образовывались новые корни на стебле. Я уверена, что многие из вас так делают. Вот эти нижние листья, которые пожелтели, убираем. Я просто уберу и все. Потому что, повторяю еще раз, при заглублении в грунт мы все равно их будем убирать. И потом, когда мы будем посынковать и убирать нижние листья, эти листья, они свою роль уже выполнили. Они нужны были на самом-самом раннем этапе. Я вот, никакого сильно волнения у меня нет по поводу вот этих самых нижних листиков. Растение, когда оно вот, особенно зимой, вот сейчас я его выращиваю, оно, конечно, заботится больше о молодых вот этих зеленых. И кидает все силы свои, все питательные вещества на образование новых листьев. Естественно, вот эти старые, самые нижние, вот видите, он сам даже засох и отпал. Раз растение сбросило с себя, этот лист, значит, ему не хватает сил на него. Оно образует новые листья, а старый вот этот вот, ну, как ненужный элемент, оно само убрало. У них здесь все, как закон природы, выживает сильнейший. Если вот он хороший зеленый лист, и вверху он, конечно, не опадет. А внизу, ну, наверное, растение считает, что оно им не нужно. Вот видите, вот тоже листик уже совсем желтый, скоро растение его скинет. Ну, хотя внешний вид остального всего вот этого кустика, они хорошие такие, зеленые, такие, ну, как сказать, прям бодренькие. Глаз радует. Вот здесь вот вообще, видите, какие вымахали великаны. Вот мне их сейчас надо распикировывать еще раз по стаканам, и когда люди говорят, зачем вы пикируете еще раз, а куда деваться, если они вот такие здоровые. Я их в лоток распикировала, а они еще разрослись. Это такой сорт, он не низкорослый. Я вот говорю, что посеяла два лотка, и теперь с ними мучаюсь. Конечно, лучше бы только вот такие сорта выращивать зимой, именно в самые первые посевы. Ну, хочется и вот таких высокорослых великанов крупноплодных. Ну, конечно, больше всего радуют вот эти вот сибирские сорта у меня. Вот Настенька, тут госпожа Удача, Демидов, Петруша, сибирская тройка. Все они, вот именно эти сорта идеальны для зимнего выращивания. Они как тут и были. Им как будто ничего, они не скидывают ни нижний лист, он чуть-чуть у них побледнел после пикировки, так и стоит. Они не избавляются от своих листьев, у них они такие мясистые, изумрудно-зеленого цвета, и сразу видно, вот посмотрите, они даже различаются по цвету листьев. Те, которые высокорослые, они бледнее, а эти прям ярко-ярко-зеленые. Конечно, я основную массу зимой выращиваю вот эти сорта, но есть и те. Вот эта тема была, что делать, если желтеют нижние листики. Подведу итог. Если у вас пожелтели самые-самые вот эти первые семидольные листья, которые даже не считаются настоящими, которые не нужны нашим растениям, фактически они уже выполнили свою роль, не волнуйтесь, вы все равно при пересадке будете заглублять даже выше семидоли. Обычно в грунт, когда высаживают, немного заглубляют. И если вот первый нижний настоящий лист желтеет, я тоже не волнуюсь, я тоже считаю, что он свою роль выполнит. Сейчас буду подсыпать. На этом месте вырастут корни, там где был лист. И растение будет еще сильнее, красивее и крепче. Если уж все листья пожелтели, значит не хватает азота. Значит нужно подкормить, помочь немного растениям. Тогда они изменят цвет и возможно листья ваши не будут желтеть. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова и Огородная Азбука. Если я раньше говорила, добавляйтесь в друзья в Одноклассниках на страницу, то теперь никого не приглашаю, в друзья не разрешают добавлять больше 5000. Лимит давно исчерпан. Рассылать материалы не разрешают. Все идите в группу Огородная Азбука. Теперь все мои материалы, видео, пошаговые фото будут только там. На странице выкладывать больше ничего не буду, чтобы не блокировали.